Проводником, хоть и на охоте, но ты лидер ставит. То есть ты задаешь темп охоты. Не он. Если он тебя будет задавать, то извини меня. Кто тогда ты, да? А принципиально что начинать сначала? Предметы или углы? Над чем? Вот в первую очередь. Сначала предмет все-таки. Все-таки принципиально? Ну как, ну не то, что я с щенком могу еще, который не знает предметы, нарабатывать и змейки, и углы. Ну вот по этой собаке я бы сделал предмет, потому что у него все время след будет незавершенный и так. И в результате может сместиться... Что-то вещь? Сместиться может собака в то, что следом. Не спеши, не спеши, а если не работает, то ничего не делай. На, сеньори. На, сеньори. Чуть-чуть, чуть-чуть. Везер столичный, форм надувает. Видите, у него попла голова. Даня, покажи ему помехи. Вот, хорошо и весело и хорошо. Хорошо. Ай, Митя, молодец. Убегайте. Когда работаете с кормом? Там уже ушло. А так очень хорошая работа. И меньше с твоей стороны должно быть хорошо, умнее. Когда он работает самостоятельно, все хорошо. А все хорошо там, вы на охоте. Все нормально. Просто держишь темп, можешь постепенно увеличивать расстояние, сокращать. Смотреть, как сам страдает. Часто не нахваливать, да? Да, не надо, не надо. Я знаю, что здесь вещь. Он на нее похожий дом. Ну, что? Я ее найти не могу. Перевяжка вот такая. Ну, идем дальше тогда, да? Ну, да. Ну, да. Если нет, то есть еще. Сухо? Вот. Вот. Подпел вперед. Надо. Вы sogenanthen... Угу. Угу. Слабая мотивация, собака неинтенсивна, проникливается, ложится на предметы криво, нехотя, не спрочу, что мы говорили в первый день. Я проверяю каждый день, я испытываю собаку, ничему не обучаю. Собака принимает удобное длине и позиционирование для работы следа, для нахождения корма. Поводок как механизм, собака не управляется проводником, нет воздействия, когда она уходит из следа, она не боится для работы следа. Угу. Ну, если проводить, то еще говорит о том, что она не любит работать флажками и проще с цветочками. Это просто, да, да. Это просто, да, да. Они ничего, сначала поработали на... Угу. 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 Ты тоже зачем знала свою работу, пережитало всю поле. А толку, такую работа. Засады устраиваются, каждое утро пост. На даче может кто-нибудь живет, готовится, может что-то там милиция, может, все тут. Не, в музыке они там видят, что виды уинов кто-то, виды какого-то породы. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Семьдесят баллов, то они, в принципе, можно их заработать, но не больше, это и работа. Это был сейчас не тренинг, если так происходит все время. Нет, я показать хотела просто, что он его словит. Вот, ну вот сейчас за что-то похвалила, покормила. Он такие ее нашел. То есть, первое, нужно поднимать интенсивный поиск, потому что собаке должно быть желание нюхать, искать и находить что-то, а не просто принюхиваться и выходить на какую-то точку, где, может быть, он что-нибудь найдет. Поэтому пока никаких углов. Я бы работал прямую, работал бы над интенсивностью поиска. Я об этом рассказывал в первый день, да. Давайте я расскажу тебе. Да, вот в чем. Эту собаку изначально ее готовили под, короче, за рукавом. Вот, и поэтому я дико гасила скорость, потому что это было что-то вообще невероятное. А чем ты гасила скорость? Ну, давлением. Потому что, сжирая на следу, он сжирает один кусок из десяти. Поэтому и желание... Ну, так ты его не покорми. В неделю он будет каждый искать кусочек. И сделай всего 20 шагов. Он тебе каждый кусочек найдет. Мера посмотрела, задумалась. Когда он научится искать кусочки и деференцировать, что там, где сильный запах от причастка следа, там кусочек, появится мотивация для того, чтобы нюхать интенсивно. Появится мотивация, они уходят интенсивно. Тогда можно будет увеличивать дальность следа, подключать углы, там, змейки и так далее. Все. А так просто ходить не нужно. И действительно, еще давлением тоже ты ничего не погасишь. Плюс он реагирует на людей стоящих. Вот это оттуда и пошло все, собственно говоря. Это все те же самые следствия, тех же самых причин. Что я вижу в поле, значит, сейчас мы его догоним и будем его есть. Мы еще будем говорить об этом, в конце семинара, еще что может быть моменты. Как только настрой, если не хватает настроя, я беру прямо кусочек вот перед стартом, там, траву бросила, дала собаке на теле. Для этого должна быть сильная мотивация жрать. Пока мы работаем только над увеличением этой самой мотивации. Исходя из опыта, когда приходит на след и что-то приятное для себя находит. Так, что-то по воду. Между двумя и сзади, мы тоже вапливаем? Да, да. Игорь, так вот лучше, да? Когда подобой не вапливает? Да, да. Так собак лучше. Да, да. Она где-то побежала, она тянула и сразу же ушла в сторону. Не знаю, даже просто по поведению собак, что он так, не сразу крепче будет. То есть, если она набегает, натягивается, все равно может к земле. Да. А так, вот еще, то в бок уходит, то и... Игорь Негода. 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 нужна помощь. Сказываешь и нюхай, прямо можешь показать следы, где находится высочек. А если она сама работает, выпрямляешься, спокойно идешь на поводочке и постоянно решать эту проблему. Не давлять и не привычай ее к ожиданию твоей помощи. Если доклада, ты выйдешь и скажешь плац, это очень большой штраф. Понятно, да? Поэтому ЗИЦ можно сказать. Почему именно? Потому что такие правила. Послушали Игорь и Саван. Если доклада, для того, чтобы поправить поводок, команду плац вы не имеете права подать. Это считается, как помощь собаке. ЗИЦ сможете, то есть ЗИЦ усадили, пропустили поводок, как вам удобно, плац нельзя, потому что плац это как бы давление перед следом. Все понятно. Натур, не давай набежать. Сейчас дала набежать ему. Яну так Плохо видно? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 борозда пошла поперёк, он раз и поворачивает направо по борозде. То есть ему так удобно, он идёт к колее и работает глазами. Поэтому вот эти подготовительные упражнения мы всегда делаем. Это уже с теми собаками, которые нормально работают слит и выдерживают нормальное давление. Со щенками так, конечно, делать не надо. Вот ты работаешь на тэпах, тут же поднимаешь нос. Для кого мы это всё говорим? Поднимай нос. Конечно, она натягивает поводок. Куда действует тушение? Вот сейчас вниз, а тогда, когда он был сверху. На поднятие носа, правильно? Лучше вообще подвела, пусть, видишь, сбоком идёт. Она задерживает на борцовку. Дёргайся, ну чего не дёргайся? С тебя работает, ты справляешься. Пока нос в земле, даже если собака делает ошибку, не нужно её корректировать, если она не ушла далеко от следа. Там не больше полунота. Ты сама справляешься. Она около корма не может принять. Когда жрёт, ослабляешь поводок. Когда жрёт, ослабляешь. На машине у меня. Когда жрёт, ослабляешь поводок. Конечно.